Здравствуйте! Здравствуйте! Это НашНовосибирск. Программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. В студии Александра Медведенко. Какие нововведения вступили в силу с 1 июля? Как закон теперь защищает дольщиков? Сколько домов капитально отремонтируют в этом году? Где в Новосибирске открывают новую школу? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Новосибирск Новое повышение платы за коммунальные услуги произошло в связи с увеличением ставки НДС. Между тем, тарифы на вывоз мусора с 1 июля станут ниже. Для населения услуга теперь обойдется дешевле на 4 рубля и составит 88 рублей 62 копейки за кубометр бытовых отходов. Еще одно нововведение. Теперь изменились правила привлечения средств дольщиков в строительство жилья. Теперь эти деньги будут храниться на специальных счетах. Застройщик получит к ним доступ только после сдачи дома. А если компания обанкротится, покупателям вернут все до копейки. Все компании перейдут на систему проектного финансирования от банков. За минувший год в Новосибирске по такой схеме уже реализовано 7 проектов. Поскольку застройщики теперь вынуждены брать кредиты или использовать собственные средства в большем размере, эксперты прогнозируют рост цен на жилье. На стоимости проектного финансирования текущая ситуация скажется никак, потому что стоимость проектного финансирования такая была, она такая и останется. С точки зрения застройщиков, которые раньше не привлекали финансирование банковское, использовали средства дольщиков, соответственно у них конечно себестоимость поменяется. Как это уже, наверное, вопрос непосредственно каждому застройщику. 1 сентября на территории Плющихинского жилмассива откроют новую школу. За ее строительством жители микрорайона наблюдают с нетерпением. Ведь ближайшая школа находится за несколько остановок и уже переполнена. Подробности в нашем материале. Школа как второй дом. Это мнение учли при строительстве нового учебного заведения на Плющихинском жилмассиве. В скором будущем трехэтажное кирпичное здание примет учеников со всей округи. Концепция школы полного дня ее необходимо реализовывать, чтобы ребенок пришел в 8 утра и до вечера он здесь занимался. Занимался чем-то полезным, чем-то ему интересным. И поэтому мы планируем открывать до 60 кружков различной направленности и для мальчиков, и для девочек, и для дошколят, и для взрослых. Но для взрослых только если останется время. Для местных жителей этот объект в новом микрорайоне один из самых важных. За ходом его строительства пристально следили все, у кого есть дети. Ведь до ближайшей школы нужно идти полчаса. Очень сильно ждем. В предыдущий год это в первый класс ходили в 195-ю школу, все пешком. И, конечно, сейчас рядом с домом это очень удобно, быстро. Ждем с нетерпением. Родители дошколят уверены, их дети пойдут в первый класс именно сюда. Понимаешь, положительно. Очень рады, что наши дети пойдут наконец-то в новую школу. Ждут новую школу и дети. Считают, что в новых классах с современным оборудованием и учиться будет интереснее. Ну, там будет, если она такая большая, думаю, там будет все интересно. На переменах можно побегать. Места для бега здесь более чем достаточно. В просторном спортзале разместят три волейбольные и баскетбольные площадки. Для учеников будут работать два скалодрома и залы для занятий гимнастикой. Открыть школу планируют 1 сентября. Заканчивает благоустройство, подключение к инженерным системам, получают все основные справки для сдачи объекта. Ориентировочно сдаваться будем в конце июля. Для того, чтобы школа получила необходимое лицензирование, прошла все необходимые процедуры, чтобы 1 сентября дети пошли в школу. В этом году в Новосибирске планируют открыть четыре новых школы. Новосибирская область по итогам реализации региональной программы капитального ремонта за прошлый год лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа. Всего с начала действия программы в нашей области капитально отремонтировали почти 2500 многоэтажек. При этом большую часть именно в Новосибирске. Какие планы по капитальному ремонту на это лето и в целом на текущий год? Увеличилось ли доверие горожан к программе? Поговорим с начальником управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Новосибирска Владимиром Ткаченко. Владимир Алексеевич, с начала действия программы отремонтировали капитально 1679 домов. Как наш город по темпам реализации программы выглядит на фоне всей страны? Темпы реализации программы по итогам 2018 года входила в пятерку, пятое место занимала по России. По темпам, по качеству выполнения работ, по Сибирскому федеральному округу, то есть Новосибирская область была лучших. Жалобы обращения граждан уменьшились в разы, то есть если было на первых годах при капитальном выполнении капитального ремонта 183 дома, а жалоб было больше тысячи, то в 2018 году при выполнении 535 домов обращение граждан было 95, то 50% это было по переносу, срока, разъяснением. То есть качество улучшилось. В 2019 году планируем 518 МКД выполнить. А какие виды работ самые популярные? Больше всего беспокоить жителей, учитывая, что столько лет не ремонтировал жилой фонд, это, конечно, крыши. Более 30%. Потом идут подвальные помещения, электроснабжение, ну и инженерка. А изменилось ли доверие к программе самих горожан? Изменились ли как-то как раз взносы на капитальный ремонт, количество взносов? Ну если сравнить, то да, то есть по итогам 2016 года процент общий 79 был, сейчас он порядка 87. Это если по российскому, это очень приличный процент сбора. Но мы учитывать должны, тут не только жители платят, тут платят за капитальные ремонты нежилые помещения, где региональному фонду исковые заявления подают. То есть я так скажу, если в жилом фонде находятся магазины или что-то, они тоже обязаны по жилищу кодексу платить. Поэтому есть проблемы не только по жильцам, есть проблемы и по нежилым помещениям. Сейчас жители стали отказываться от специальных счетов. Скажите, так ли это и с чем это связано? Во-первых, жители не отказываются. Они отказываются в том случае, что вот нужно в следующем году лифты менять. У них денег на спецсчете собрано недостаточно. Это довольно такое, ну, объемное финансирование, то есть лифты в среднем. И они вынуждены, жители вынуждены уйти в общий котел, переведя свои средства, чтобы заменить лифты, заменить лифты рассчитается. А потом может, когда они полностью выплатят, потом они могут и обратно будут принимать решение. Это вот большинство связано с этим. За год 33 таких МКД мы перевели. Поэтому такой динамики нету и большого желания нет. Что касается подрядчиков, в начале действия программы очень было много к ним претензий. И мэрия выходила как раз на то, чтобы штрафовать этих подрядчиков. Прерывались контракты. Как сейчас обстоят дела с надобросовестными подрядчиками? Мы были инициаторами, мы были, как сказать, чтобы ремонтироваться. Не секрет, что в 2015-2016 год очень плачевно выглядело выполнение программы капитальный ремонт в городе Новосибирске. Поэтому я вот помню, по 2016 году 26 подрядных организаций были расторгнуты договора в одностороннем порядке. И они исчезли с этого, как сказать, рынка. Сейчас такого нету. В основном все договорные обязательства выполняются договорные сроки. Если не выполняются, там применяются штрафные санкции. И они очень довольно приличные. Региональный фонд забирает, согласно договорам, без судебного порядка. Они в договоре прописаны. Никаких продлений, что было в 2015-2016 году подрядным организациям, продлений сроков не делается. Ну вот по итогам 2018 года расторгли с пяти подрядным организациям. Ну вот пять с лишним раз, можно сказать. Есть случаи, нельзя сказать, что все идеально. Есть, но такого обвального какого-то неисполнения своих договорных обязательств нет. И кто проверяет качество выполненных работ? Ну качество выполненных работ в первую очередь это жилец проверяет. Особенно где активные, уполномоченные. По законодательству региональный фонд проводит торги как на выполнение строительно-монтажных работ, так и на стройконтроль. Торги проводятся, и организация, выигравшая стройконтроль, она эти обмеры, качественное применение материалов, сертификаты, применение расценок. Это все проверяется оно по договору, и она несет персональную ответственность. А визуально, визуально, технический заказчик, это управление капитального ремонта при департаменте, кураторами визуально, жителями, совместно с администрацией района. Мы как сдаем объект, сдаем под ремонт, сфиксирование актов, так и комиссионно принимается, и подписывается акт полной приемки. Вот когда уже стройконтроль принял, то есть всю техническую часть, визуально, администрация района, представитель управляющей компании, представитель дома, технический заказчик, это департамент энергетики ЖКХ, мы составляем такой акт и подписываем. После этого идет полный только расчет. Напомните, вообще, как заметить жителям и как действовать, если они увидели, что как ремонт затягивается или какие-то недоработки? Ну, в первую очередь, в первую очередь, там на объектах, на объектах есть паспорта, кто прораб, кто директор этой фирмы, который ведет ремонт. Обязательно там контактные телефоны мобильные, надо связаться с ними. Если что-то не меняется, через управляющую компанию или напрямую выходить на департамент энергетики ЖКХ, технический заказчик. Как представляющий, так скажем, муниципалитет, это представляет интересы граждан. То есть мы заинтересованы, чтобы было отремонтировано качество и вовремя. И также можем на региональный фонд выходить. Но, в принципе, большинство выходит на техническую заказчика, и мы с ними отрабатываем. И уже, если необходимо, привлекаем региональный фонд для решения этих вопросов. Хорошо, спасибо большое, Владимир Алексеевич. А я напомню о результатах и планах программы капитального ремонта в этом году мы говорили с начальником управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Новосибирска Владимиром Ткаченко. Полная версия интервью, как всегда, в специальном выпуске «Наш Новосибирск. Диалог». В Академгородке меняют старые опоры освещения на новые, композитные, со светодиодами внутри. Сначала экспериментальной площадкой стала улица Николаева. Теперь 28 опор уличного освещения установили на улице Ильича. Довольны ли сами жители Академа таким обновлением? Расскажем в нашем материале. В Академгородке не просто меняют старые фонари на новые. Подход теперь совсем другой. Вместо бетонных опор – композитные, вместо натриевых ламп – светодиоды. Экономнее, красивее, устанавливать проще. Объявления на такой столб не наклеишь. Немаловажный факт – соответствие европейским нормам безопасности дорожного движения. Если машина врежется в такой столб, она не получит сильных повреждений. Внутри тоже светодиоды. Инновационные опоры протестировали зимой. Здесь же, в Академгородке. На Николаева поставили два десятка таких мачт освещения. Улица заиграла новыми красками. Здесь, на Ильича, изменения пока заметили не все. Машины в них въезжать не будут. Заметно, нормально. Они облегченные, во-первых. Долговечнее будут эти вот эти, бетонные. Прекрасная перемена, но в рабочем состоянии еще нигде. Веселый цвет, прекрасный. Для Академгородка, я считаю, самотон. Инновация. Мне кажется, фонари везде у нас в Академгородке надо поменять. Просто везде. То есть, это только начало, я надеюсь. Систему уличного освещения здесь создавали в 60-х годах. Тогда делали бетонные столбы с массивными лампами. Стоят они до сих пор. Трескаются, разрушаются. Тратят слишком много энергии. Сейчас замены требуют 900 старых опор. Опыт с улицами Николаева и Ильича уже признали удачным и распространяют на весь Наукоград. Новосибирские предприятия оштрафовали на 4 миллиона рублей за нарушение экологических норм. С начала года надзорные ведомства составили почти полторы сотни актов. Самые распространенные нарушения. Предприятия не соблюдают санитарные нормы, производят выбросы вредных веществ в атмосферу. Некоторые просто скрывают экологическую информацию. Бдительность проявляют новосибирцы. Каждый третий протокол составили после проверки обращений горожан. Иногда факт нарушения во время официальной инспекции сложно зафиксировать. Гражданин, когда он говорит о загрязнении окружающей среды, он должен, во всяком случае, какие-нибудь видимые хотя бы признаки этого факта загрязнения приложить к своему обращению. Это очень хорошо, когда есть там фотографии или, ну, как минимум, ощущения. То есть человек должен указать на то, что есть угроза окружающей среде или угроза его здоровью. И последнее. Ипотечникам предоставят каникулы. С 31 июля начинает действовать закон, который позволяет получить отсрочку по выплате жилищного кредита или снизить размер платежей. Воспользоваться ипотечными каникулами смогут люди, попавшие в трудную материальную ситуацию, но только один раз для одного кредита. Веские причины для обращения в банк с просьбой – потеря работы и регистрация в службе занятости, получение инвалидности первой или второй группы, существенное падение дохода. Приостановить выплаты можно будет максимум на полгода. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телефон редакции 346-50-03. Все выпуски программы «Наш Новосибирск» на канале «Новосибирские новости» в Ютьюбе и в группе ВКонтакте. Также слушайте нас на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM. Всего доброго. До встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!